Майя с игроком, ее четверка идет на заслон, и ты так стоишь в защите. А должна быть готова это сделать. Мы оба, как и в врагах, мы останавливаем. А здесь Шарову нужна. Понятно? Чемпионат России. Суперлига. Последние наставления, и молодежная команда «Спарта МК-2» готова выйти на паркет, чтобы сразиться с гостями из Екатеринбурга. С первых минут ясно, противник, видновчанкам, попался сильный. Многие игроки у ГМК «Юниор» старше наших девочек. Но от этого матч становится интереснее. Результат непредсказуем. Все может измениться в любую минуту. Болельщики, хоть их и немного, все-таки будний день, рабочее время, переживают за «Спарту» и верят в их победу. Наши девчонки самые лучшие. Во-первых, они самые красивые. Без этого никуда. Конечно же, они борются эту вторую четверть, но они дотянут до конца. Я думаю, что мы в конечном итоге будем праздновать победу. В состав команды «Спарты» НК-2 – это девушки с 98-го по 2000-е годы рождения. Видновчанки в «Суперлиге» считаются самыми молодыми. Но, тем не менее, от игры к игре показывают результаты все лучше и лучше. Для них «Суперлига» является плацдармом, так скажем, чтобы выйти в «Премьер-лигу» уже на более высокий уровень. Поэтому бьемся, развиваемся, прогрессируем. Это одна из основных задач. Но результат встречи не всегда в пользу «Спарты». Так получилось и на этот раз. Несмотря на то, что девочки упорно боролись за победу, взять верх над противником им не удалось. 67-72. Разница всего в 5 очков. От этого становится еще обиднее. Но у видновчанок еще есть шанс отыграться. В среду в 14.00 во дворце спорта «Видное» они вновь встретятся с Екатеринбургом. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, «Видное» ТВ.